Электроводоснабжение города – актуальный вопрос в эти дни. 24 июня на заседании городской комиссии по ТЭП и ЧАЭС обсуждались эти важные темы. О сложившейся ситуации со светом и водой, связанной с проведением ремонтных работ на линиях электропередач и остановкой насосных станций, пояснили члены комиссии. На 21 число была подана заявка на выводе в ремонт ВЛ-500 кВт шахты «Победа». Ремонт осуществляется на стороне Российской Федерации. И в связи с этим мы были перепитаны, наш регион, перепитаны со стороны ДНР через линии Южная-1 и Южная-2. Установленная мощность наша, которая пропускная, которую нам разрешили, 150 мегаватт. Значит, на красный луч 24 мегаватта, антрацит 15, равенки 27. Суммарно 60 мегаватт по ним. И вторая линия, которая уходит на Серовский регион, там 90 мегаватт со всеми отходящими городами, поселками, населенными пунктами. Мы выходили на руководство города с письмом, проводили краткое совещание у нас было у Юрия Несолича с просьбой и обратиться к жителям и предпринимателям нашего региона, ограничить потребление электроэнерии на указанный период. Первоначальный период был 21-22 число. Ну, просьбу нашу не все выполнили и не выполняют на данный момент. В связи с этим вводится отключение. Отключение вводится с целью сохранить линии, линии 110 кВт. Если потребление будет превышать суммарно более 150 мегаватт, линии будут отключаться сами. Вчера такая ситуация произошла. На Штеровской РЭС делительная автоматика сработала в связи с превышением мощностей Серовского региона. По нам, пока ситуация держится, но тоже она критическая. Ежесекундно, можно так сказать, диспетчера ведут контроль потребляемой мощности по всем отходящим линиям, по каждому присоединению. На тех линиях, которые превышают установленную норму, происходит отключение. Отключение происходит по линии 6 кВт, 35 кВт без участия потребителя. Во избежание массовых отключений мы просили и просим ограничить потребление по своим объектам. Дома, на предприятиях, в магазинах. В случае красного луча объехали магазины по центру города, работает дневное освещение. Оно там не нужно в этих магазинах на данный период. Подсветка витрины. В результате приходится теперь отключать и центры города в ручном режиме. Значит, на 22 число мы планировали ремонтные работы закончиться, выйдем в нормальный режим, но пришла фоксограмма и ремонтные работы продлили до 9.00 27 числа. Значит, режим отключения сохраняется. Просьба еще раз с пониманием отнестись к данной ситуации. Сейчас главная задача сохранить наши линии. Ну, в принципе, мы еще добавить, отключаем не более двух часов. Этот вопрос контролируется. Если же отключение превышает 2 часа, пожалуйста, тоже не паниковать, значит, что есть причины. Возможно, из-за отключения вашей линии несколько минут, десятка минут передержали, но помогли больнице, помогли детскому садику, помогли там общественному учреждению. Не, как говорят, у вас там халатно относитесь. Нет. У нас вызваны все специалисты на работу. Работают в круглосуточном режиме с нагрузкой. Нагрузка очень сильная, сами понимаете, телефонные звонки. И, пожалуйста, тоже как бы обращение к жителям города. К опусту не тревожить, не переспрашивать, во сколько меня точно включат, меня там 2 часа или не включат. Включат всех. Время выдержат, включение произойдет. Ну да, с водооснажением точно такая же ситуация, если можно сказать, не хуже по обеспечению, чем с энергетикой. Значит, вчера тоже произошел сбой. Думали напоить, как мы разговаривали, мой завод, и подпитать, дать воды на станцию переливания крови. Время произошел сбой гидроута, и в результате через 500-ку разорвало около 1 метра трубы вырвало. Мы организовали работу ночью. На данный момент работы подходят к концу. Но опять, пока мы войдем в режим, будем говорить, это сутки, двое надо, чтобы войти в режим. С Елизаветовской стороны, с пятого продъема, тоже пока улучшения нет. Мы получаем этот мизер 200-250 кг, что хватает для того, чтобы поддержать, будем говорить так, центральную насосную станцию, чтобы хотя бы раз-двое суток прокачать первый, второй микрорайон, и поддержать третий, четвертый. Небольшой мизер, который остается, мы пускаем на центральную часть города. Здесь уже отрегулировать подачу воды мы не можем, потому что ее очень мало. То есть, куда она доходит, туда и оттуда. Взяли мы под контроль детские сады, лечебные учреждения, где заказывают, подвозим воду. Также, будем говорить, бабушки, дедушки, которые там, соцработники обращаются и держат. Мы смотрим на ситуацию, если они действительно, будем говорить, в таком тяжелом положении, что ни набрать, ни купить ее не могут, но тоже подвозим это все много бесплатно, все, денег нет. Ну, я думаю, если же улучшится водообслужение, нам тоже хотя бы надо неделю для того, чтобы нормализовалась ситуация по городу. Хотя бы центр, а потом уже начнем напаивать, будем говорить, окрестности 160-е, и Мирный, и Восточное Крыло. Мы ждем 27 числа, если там все будет нормально, значит, вода пойдет. Думаю, все будет нормально. По какой причине в этот тяжелый период может возникнуть нарушение подачи воды, пояснили на заседании. Вода не доходит, в чем же причина, выезжаем опять по линиям, все это разбито, все это раскурежено. Проходится посылать бригады заваривать эти задвижки, чтобы туда не лазили, чтобы туда не били. Ну, а у нас, получается, так из-за угла народ выглядывает и ждет, когда мы уедем. Мы только выезжаем, они уже туда идут с ломиками, с монтировками, и выставляют все в обратном, в обратное положение. То есть, себе набирают они все это дело, а для остальных никого нет. То есть, получается, в таком режиме, когда сокращена подача воды, у нас, получается, город разбит на какие-то, будем говорить, части, и поэтому вы с запорными арматурами регулируете подачу воды по очереди, по очереди на какие-то населенные пункты, на какие-то поселки, на какие-то части города. Наши, будем говорить, жители, которые, так называемые Кулибины, залазят в эти колодцы, разбивают запорную арматуру, то ли открывают, то ли наоборот закрывают, потом разбивают. Это все. Мы сами себе все это делаем и ломаем. Мы не можем наладить водоснабжение города, мы не можем наладить нормально. Много, очень много, мы сейчас дойдем до этого, очень много жалоб от населения города, что мы не можем войти в график. В график мы не сможем никогда войти, если мы будем регулировать сами. Есть для этого службы. То есть службы Луганск-Вода, они контролируют и регулируют подачу воды, то есть закрывая какую-то часть города, естественно, поят другую часть. Получается, при поломке запорной арматуры мы не можем создать давление, и поэтому самотеком вода вообще просто не поднимается и до первых этажей. Также начальник от Краснолучского пожарно-спасательного отряда МЧС ЛНР дал пояснение о ситуации обеспечением пожарной безопасности. Загорание в экосистеме, в основном мусор, начинается сезон мусорников, трава, так как еще зеленая, случаев загорания мало. А мусор каждый день практически выезжаем по несколько раз. В основном это идет умышленное сжигание веток, сухой травы, там остатков жизнедеятельности, людской. В связи с тем, что вода не качает, приходится набирать с открытых водоисточников это дополнительные километры, дополнительное топливо и дополнительное время для ликвидации пожара. А так, в принципе, в ситуацию выходим, пока есть водоемы приспособлены. Входимся без центрального водоснабжения. Глава администрации обратился к краснолучанам и службам, обеспечивающим город жизненно важными ресурсами. Пожалуйста, не надо никуда лезть, везде работают службы, и электрики, и газовщики, и Луганск. Вода у нас работает, они сами себе спланируют и построят работу на своих участках, поэтому у нас получается, что нам только надо ждать и не мешать, и тогда будет все нормально. Еще я хочу сказать напоследок ко всем службам, пожалуйста, приведите в порядок своих диспетчеров и диспетчерские службы, потому что много нареканий, много замечаний насчет диспетчеров. То есть, я вам скажу так, я лично проверял. Не всегда это, будем говорить, правда, но тем не менее, были и такие моменты, когда диспетчера отвратительно разговаривают с нашими людьми, плюс ко всему объяснения вообще непонятные, ну а некоторые вообще просто посылают. И хотелось бы еще, чтобы телефоны работали, диспетчерских служб, чтобы все телефоны работали, трубки были на местах.